понял офигеть это же откуда ты едешь и куда опять в карлайну хочу матерись это так что так любишь карлайну что мат за матом что я за жену соскучился чью свою или было ну жена правда не моя была ну ладно я рад за тебя ну чё интересного то у вас там говорят у вас это самое все подорожало ужас ужас они ужас нет а подорожало зарплату подняли тоже два раза в два раза подняли зарплату кому всем я так думаю не подняли этому всем подняли я не спрашивал не сразу подняли сразу следующая неделя сразу когда бензин пошел вверх на следующей неделе все подняли два раза за неделю от я за эту работу меня отбирает калифорния и назад неделя занимала я я делал две с половиной тысячи а сейчас он дал мне 5 но офигеть ну чё а я вот слыхал от своих знакомых которые тоже в вашем бизнесе что заказов стало меньше что заработки упали я не знаю как заказы я забирал груз лос-анджелес спорт лос-анджелес там есть порт и корабли разгружаю контейнер и неужели ламбе ну читал ой там там короче целый город выстроены из контейнер я не знаю сколько это высоко все такой улице прямо и они мне говорят суши бросать свой работу мы тебе даем в два раза то что тебе сейчас платят приди только к нам потому что нет водителей заказ много и же по три месяца корабли стоят в океане не могут зайти в порт некуда выгружать я не знаю как мало заказывают потому что так они стоят в океане из-за чего из-за того что приехали а порт нет нету места разгружать траки не успевают вывозить а почему их а почему смотрите раньше когда как говорится и технологии было меньше и водителей было меньше и всего было меньше и даже бензин был дешевле все успевали а вдруг в 2020 двадцать первом двадцать втором не стали не успевать вам не кажется что это как говорится подстава не смотри когда конечно не рак из смотри как мы я начинал ездить на траки был бумажный бумажный лакбук вот я про чё и говорю да а пришла технология и все старые водителя которые дедушки уже там 50 и они не могут там компьютер разобраться а их заставили и они на на сорвался жалко что сорвался мы прослушали очередную сказку водителя дальнобойщика соединенных штатов америки которые естественно как это относится к нашей так скажем русскоговорящей комьюнити не выяснил откуда но что-то мне подсказывает что он именно с ближайшего зарубежья господи боже мой что ж вы все врете да врете ну ладно ну когда честно они кое-кто-то и зарабатывает кое-кто а кое-кто просто уже мечтает оттуда выскочить поэтому сказки про то что все там сейчас говорится лопатой деньги гребут забудьте господи боже мой давайте быть это как говорится но быть здравом 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 состоянии и будет все в здравом уме чё-то сказал фигню какую-то ну ладно расслаблены на ворот после бутылки вина как можно быть на пружину не знаю вы кстати на германогрев чем-то похоже вот я ну чем чем мыслями про мысли пока не знаю я пока с вами не беседу а вы о чем беседуете я да и ничего я вот по теневе зашел просто поговорить с людьми вот с вами разговаривали просто я не помню о чем не помню откуда вы ну да ладно серьезно я чуть не помню а вы откуда я тоже не помню у вас светло да я из нью-йорка а вы откуда а я из города краснодар на данный момент с краснодарстами многими разговаривал поэтому трудно природа я тоже не помню чего с хорошего там в нью-йорке у нас все всегда хорошо у нас как бы всегда хорошим один да вот 11 лет пока я живу здесь все всегда был хорошо ни на момент не бы даже когда вот эти события какие-то происходят белые что-то еще все равно это хорошо больше да больше на публику чем но есть а то что расфигачили все магазины то что вот это все творилось каким образом закусывала вообще нет значит то есть как бы ну и ладно да не не расфигачили грубо говоря 100 на 100 метров в манхэттене ну наверно побольше я вот с друзьями разговаривал на 200 100 на 200 и специально ездил и снимал там фанеры забили сюда но арт фигачили украли и через неделю уже все разве очень такое должно происходить в развитом как говорится но в развитой стране вот я помню советский союз такого был в у никто бы даже ну представите в страшном стиле понятно что всех все вы посадили на колбу отправили они 50 лет потрачили было в счет государства бесплатно не было таких сроков это вы врете мы не было пятна ну хорошо а сколько бы пожизненно и пожизненных не было 20 а вот 20 лет было пятнашка было максимум опыт нари нормально пятнах у тебя за то что ты за то что ты расфигачил город хочу бы нет а что надо в санаторий отправлять или чая не пойму нет но надо было разобраться в проблеме за чего это произошло вы едете с техаса в чикаго с хьюстона ой такой город какой-то никакой не понравился мне хьюстон во первых это раз во вторых весь какой-то растянутый ну для вас для грузовиков то нормальный с точки зрения жизни вообще не понимаю в командировке там как-то был вот так это какой-то кочмар особенно мне не понравился честно говоря их космический городок везде заборы туда нельзя сюда нельзя а когда заходишь в непосредственно сам павильон то мне это напомнило знаете такой космического типа большой макдональдс кругом попкорны кругом всякая фигня то есть там вот как говорится то что космическое если вы там не были вот побывайте обязательно все что там космическое да она каком-то там на заднем плане а в первую очередь купи попкорн купи колу купи там это когда вот это вот это все чухня какой-то качмар какой-то таком духе вы о чем тут разговариваете что нужно это в пятницу сюда приехать загрузиться понедельник выехать чтобы себе выходные здесь взять или хотя бы воскресенье погулять я так south carolina ездил субботу вечером приехал поспал утром воскресенье проснулся поехал посмотрел там на суд марину эту военную большую еще один корабль еще авианосец погулялся и покушал по город по городу погулял вечером спать и утром выезжал открыли уже да эти все музеи авианосца и тому подобное да 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 просто ну когда была пандемия сан-диего было все закрыто это с особенно этот тоже вот этот их не авианосец и вот это я считаю он да наверно самый интересный но такой как сказать почти в готовом варианте если как-то вот это попадаешь музей музея здесь он как бы такой как как будто вот как будто завтра в поход интересно так все четыре этажа сверху истребители стоят по пушки разные это да это не этого этого американцы могут да согласен ну в принципе сейчас тоже где-то возрождается все это ну потихонечку еще а чем занимались в америке то я там в командировке просто был в юстоне ну там в сан-диего был командировки для далеко этот хюстон не ехать тысячу шестьдесят миль домой о нормально ну зато прокатитесь а ну нахер я сюда ехал полтора тысячи миль понятно ну зато это выехал в среду три обеда и доехал до а вы без партнера вы сами сам сам а чё не ездите с партнером это не работает это мука 1 с партнером почему конечно он едет вы спите сзади вас трясет подкидывает на поворотах чё нужно человеку доверять чтобы не бояться ехать с ним я поехал когда у меня была стажировка а вы себе девушку найдите партнера а бляж у меня еще в мозг здесь ебало да вы что не не нужно хочу вы материтесь спокойно можете разговаривать без матов я все-таки постарше вас это самое ну не так прикольно зато и понимаете появится в вашей поездке какая-то авантюра во первых она может уехать не туда вы просыпаетесь таки ой блин и опять как говорится новые приключения не ну да зато прикольно ее тоже будет трясти но что девушки делать если там еду мне не нужно напарника потому что я могу и 15 20 часов проехать ну и потому делись с кем-то ту зарплату который ты можешь сам сделать на двоих нет смысла до каналом спать не будет давать зато денег мало денег мало денег мало грузов мало грузов мало грузов мало что такое что такое вы сами знаете надо там red bull пьешь или еще чего-нибудь почти не помогает а тут как заведется блин нафиг и все ее моё любой сон как говорится будет отгонять интересно правильно пускай сидит дома и лобзиком выпиливает какие-нибудь фигурки я согласен нефиг не женская работа сушки ну и чё там это самое чую в америке то сейчас как там это против санкции вели там в россии отчета в америке все хуже и хуже вот друзья мои говорят просто капец вот как это так понять то да не знаю бензин подорожал маркет на траковый бизнес упал алё ну вот ну что такое вот только его подвел человека как говорится расположил так скажем к себе да сейчас я думаю я конечно и сам мог бы все это рассказать ну я думаю мне уже не верят но я так это утрирую а так вот знаете вот от них еще это чтобы но народ услышал это еще говорится одна задача а вторая как говорится все-таки интересно как они это преподнесут я бы это еще потом прокомментировал вот ну ладно сейчас попробуем чаконь поймать вы из москвы вы такие красавцы из москвы а чё вас америка стоит понятно не он чувствуется вы такие москвичи я как бы сразу думаю не вот явно не американцы смотрю на вас ну вот москвичи так что все нормально хотя конечно по кухне вы явно определились что вы не из америки но обычно кухня выключатели розетки это то что дают как говорится первый первое такое понятие кто что вы где вы андрюха что хозяин квартиры имя такое андрей а имя андреа ну нормально я говорю он хозяин квартиры все начинаете царапать мебель но просто посмотрите на выражение хозяина я пацаны не с украины все нормально давайте пока разговаривайте разговаривайте о чем обо всем как дела как обстановочка а учу прямо действительно интересует как у меня дела хотелось узнать конечно конечно а вот скажите вы вот разделись и вышли в публичный чат это вы как бы потому что стриптизер или как чё да я стриптизер пацаны просто сидели говорит у меня борода горит не растет пацанам по 16 лет у меня в 16 лет тоже не росла борода разговор я говорю у меня лет пять назад на спине волосы начали расти они говорят да ну нафиг я гружен я ну-ка я снял майку грюк с ними у меня на на спине ну почти как вот борода выросла понятно то есть вы и вы чтобы уже не было вопросов сразу раздеваетесь как говоришь чтобы это самое да чуть позже я так понимаю повернетесь ко мне еще спиной но это еще все нормально сидите с черепами там с какими-то лучше в иголы сидели честно вот именно вот спасибо не надо зачем мне тоже бы не надо было дрыща дядя да мало того что я дрыщ во вторых этот самое вы поймите правильно я уже себя оцениваю справедливо я бы еще голень как говорится мог раздеться бы до пояса там в молодые годы это как говорится на пляжу вот так то чё так то я ведь я я воспитывался еще тогда когда говорится мне мама говорила не делай чего-нибудь такого когда тебе люди плохо подумают а представьте когда ваша мама увидела вас лет в 15 или в 12 в такой маячка моя мама именно в 15 и в 16 и видела меня в таких маечках да 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 у меня же в моей комнате висели плакаты всяких чудовищ типа там аэрон мейдана и тому подобное человека видно по плечи он человек и жопой голой сидит я не пойму в чем у вас еще и свой комментатор повезло в жизни повезло просто ваш комментатор у меня нету комментатора меня не выдерживает ни один комментатор тем более у такого плана дядя ты дрочи на здоровье там вот вот ты соумничал россиянин я чуть-чуть сказать когда у нас говорят что все украинцы там или с украины как говорится чокнутые вы знаете к сожалению наши россияне иногда такое тоже себе корица вернее такое показывают здесь и обидно блин кучу черта ну какой-то стиль то надо держать зачем опускаться до вот это быдлячество самое интересное жена у него такая же слушай но если уж на то пошло могли бы это самое хотя бы там хоровод какой-то сделать она бы разделась тоже хотя бы до пояса там и все нормально и нам бы понравилось но и что за люди некреативные скучно скучно девочки девочки оба